Меня зовут Дмитрий Никонов, я работаю в ТАВ-квартире Microsoft и занимаюсь Business Intelligence, то есть производством различных отчетов и обработкой больших объемов данных для больших объемов рекламы, для тех, кто публикует рекламу, для тех, кто рекламу предоставляет. И Fraud Detection, то есть отловом мошенников, которые пытаются заработать на этом деньги нечастным способом. В нашей корпоративной команде я работаю, у меня должность называется Principal Program Manager. Это должность, которая определяет большой набор задач на уровне Online Services Division, для того, чтобы Microsoft успешно конкурировал с Google в области рекламы и с другими рекламодателями, а также определяет направление разработки Business Intelligence, то есть обработки именно тех больших объемов данных. Вы можете себе представить, мы получаем огромные наборы логов, логов от поиска, логов от рекламы, в которых содержится информация о том, какая реклама публикуется где, какая реклама является хорошей, то есть релевантной, какие паблишеры, значит, получают и какие объявления получают высокий или низкий рейтинг. И это то, в общем-то, за что нашу команду ценит команду Business Intelligence, то есть мы предоставляем информацию, на основе которой принимаются решения о том, как работает реклама в Microsoft, в Microsoft TED-центре, в Microsoft Pub-центре. Мой доклад был о том, как заработать деньги в магазине Windows Store, который открывается для Windows 8 в связи с выходом новой операционной системы Windows 8. Честным путем. Именно, честным путем. О чем мы говорили? Мы говорили о том, какие есть варианты заработать деньги, можно ли выпускать платные аппликации, нужно ли делать пробные версии, есть ли пробные версии, то какие по функциональности или пробные по времени, как сделать так, чтобы ваши продукты покупали, и как использовать рекламу в приложениях для Windows 8. Мы как раз делали хорошую демонстрацию, любой человек в течение пяти минут может строить рекламу в магазин Windows 8. В Windows SDK включен Windows 8 Store Certification Kit, который позволяет прогнать ваше приложение на базовом уровне, чтобы подтвердить, что оно, по крайней мере, по техническим параметрам соответствует Windows Store. Но процесс сертификации состоит из нескольких шагов. Во-первых, в первую очередь вы должны зарегистрировать вашу программу, вы должны стать Application Developer в Windows Store, в первую очередь вы должны зарегистрировать себя как компанию разработчика. Во-вторых, вы должны удовлетворять требованиям, вот о чем я говорил, документации, то есть ваша программа должна быть полезна для пользователя, в ней может быть реклама, но это должна быть не эксклюзивная рекламная программа, должны соблюдаться требования безопасности и защиты личных данных пользователя, то есть то, что по-английски называется Security and Privacy Concerns. Вы не имеете права публиковать приложение с содержанием только для взрослых. Вы должны предоставить название, описание, рейтинг для вашей программы и некоторый набор других требований по производительности. Например, насколько я помню, программа должна запускаться в течение 5 секунд и переходить в состояние ожидания, Suspend State не быстрее, не менее, чем за 2 секунды. Как происходит сама сертификация? Вы подаете ваше приложение в сертификацию через сайт, через веб-сайт. Оно проходит несколько шагов. Первый шаг называется preprocessing, то есть перерегистрация, после чего людьми и машинами она проверяется на соответствии всем тем пунктам, которые я сообщил. После этого она разрешается к размещению в Windows Store, размещается в Windows Store и все. А, ну еще вот одну часть, я забыл про часть, то есть это функциональность, у вас не должно быть незаконченной функциональности, то есть продукт должен быть закончен, в программе не должно быть никаких там крэшей и так далее, то есть никаких не штатных ситуаций, ну и вот, в общем-то, это все. Если вы собираетесь заниматься монетизацией, если вы собираетесь разрабатывать приложение в Windows Store, в первую очередь вам стоит подумать о том, какое приложение вы будете делать, будете ли вы делать приложение с пробными версиями или нет, будете ли вы монетизироваться за счет рекламы, или вы захотите, чтобы ваши предложения покупали, это зависит во многом от того, кто ваши клиенты. Ваши клиенты могут быть корпоративные компании, для которых, может быть, реклама будет лишней, для них, может быть, пойдет больше пробная версия. Или если вы работаете на рынок конечных пользователей, особенно на рынок тех, кто производит игры, для игр пробная версия – это просто самый лучший путь монетизации. Таким образом, вы втягиваете ваших клиентов в игру, таким образом, вы даете им возможность почувствовать, что это такое. Если вы посмотрите вокруг, очень много игр, те же самые Angry Birds, знаменитые птички, тот же самый Каджироп работают именно по такой схеме. А также, если вы думаете о будущем, вы должны думать о том, как увеличивать функциональность с течением времени. Вы не хотите сразу выпустить игру полнофункциональную или ваше приложение полнофункциональное. Выпустите то, что у вас есть, и понемножечку добавляйте функциональность. То же самое касается ценообразования. Не ставьте заранее сразу низкую цену. Почему? Потому что у вас не смогут, если вы поднимете цену, то есть повышение цены всегда вызывает то, что у нас называется Customer Dissatisfaction, то есть клиенты недовольны повышением цен. С другой стороны, если вы цену снижаете, все радуются, то есть поставьте ту ценовую политику, которая вас встраивает, но начните с цены более высокой, если вы считаете, что можно будет ее потом снизить. Для разработчика есть одно пожелание очень важное. Пользуйтесь документацией Microsoft для описания стиля, для описания SDK, то есть пользуйтесь методами и средствами программирования, которые задокументированы Microsoft, потому что критерии сертификации программ будут базироваться в основном на этом. Внимательно читайте Windows Store SDK, Windows Developer SDK для того продукта, который вы разрабатываете. Это позволит вам избежать проблем сертификации вашей программы и тем, как она будет принята в Windows Store, то есть Windows Marketplace. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...